Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на канал Зарбестгейм, я Нео Зар и это Ведьмак 3. Дополнение кровь и вино. Итак, мы находимся вот здесь вот, здесь у нас какое-то пустившее селение, смотри, волкалак. По щам наваляем, Геральд. На-ка, сгори чуть-чуть. Хорошо. Ну вот, еще одну деревушку с вами освободили. Вот, совсем другое дело. Люблю, когда эти деревушки у нас заполняются народом. Ой-ой-ой, и все у нас хорошо. Так, давайте подберем, посмотрим, что у нас здесь есть. Мутаген из волкалака. Решение о выселении. Ну-ка, что это такое решение выселения? Вы можете прочитать это на паузе. Ну что ж, давайте еще сходим, посмотрим, где у нас здесь что, куда можно нам направиться. Предлагаю просто пробежаться, осмотреть у нас окрестности, что у нас здесь есть. Потому что в этой части я что-то пока не бегал особо. И не хочется что-нибудь пропустить. Потому что я как и говорю, что когда просто бегаешь, обязательно на что-нибудь наткнешься интересное. Уж этим и славится у нас ведьмак. Ну и просто можно посмотреть окрестности. Потому что я увидел здесь какое-то есть строение, куда мы с вами сейчас идем. И где я не был почему-то. У меня там даже нет быстрого перехода. Поэтому давайте посмотрим, что же здесь у нас такое. Ух ты. Смотри, статуя какая. Пармана. Прикольная такая статуя. Штаны Боктерс Капитана Гвардии. Магический предмет. Да нет, нахрен не нужен. А вот про что я вам говорил. Смотрите, какой-то квестик есть у нас. Остань меня в покое. Ну-ка, ну-ка. Ты кто такая? Что ты ко мне привязался? Зачем ты меня мучаешь? Зачем ты меня мучаешь? Сима нечистая. Ээээ. Ты это с кем? Здарова. Ну расскажи, что тебя мучает. Ох, спрошу как есть. Ты человек. Прости, я не доверяю собственным чувствам. Хм. Ну я человек, но в то же время я и ведьмак. Не совсем. Я ведьмак. Некоторые по этой причине отказывают мне в принадлежности к роду человеческому. Кое-кого знаю лично. Ведьмак? Но нет, ты тоже не поможешь. Посмотрим. Рассказывай, в чем беда. Меня терзает какой-то демон. Или призрак. Не дает мне спать. Он чего-то от меня хочет. Точно знаю. Только не пойму чего. Каждый день появляется. А потом исчезает. Он и сейчас здесь. За деревьями. Хм. Смотри, и правда кто-то там есть. Понятное дело. Его нельзя увидеть. Но ты-то видишь? Только когда выпью отвар. После него у меня болит голова. Мутит. Но я терплю. Не хочу глаз с него спускать. Этот твой демон. Можешь его описать? Он выглядит как огромный конь. Стучит копытами во мраке. Прибегает. Смотрит на меня. А потом убегает. А это точно непростой дикий конь? Это создание не из нашего мира. Когда он на меня смотрит. Меня такой холод охватывает. Это средоточие зла. Сматривается в меня. Черными своими глазищами. А я от ужаса шевельнуться не могу. А что у тебя за отвар? Интересно, что вызывает такие сильные видения? Гриб какой-нибудь? Хрёстник? Поднивка плясовая? Почти. Сивушка обыкновенная. Вижу, ты в травах понимаешь. Сивушка? Мне казалось, она вымерла. Я вырастила несколько штук из засушенных грибниц. Надеялась, что отвар сивушки позволит мне увидеть этот кошмар. Я не ошиблась. Насколько я знаю, сивушка вызывает серьезные побочные эффекты. Галлюцинация. Она действительно позволяет увидеть сокрытое. Да, с ней я вижу его. Все лучше, чем чувствовать, что он где-то рядом, но не знать где. Ну, как бы оплату я не хочу с ней требовать. Давай не будем с ней оплату против. Ладно, раз уж ты так уверена, попробую что-нибудь сделать. Осмотрю здесь, пожалуй. О чем говорят лошади? Используя ведьма чуть-чуть осмотреть окрестность и узнать, что гнетет отшельницу. Ух ты, интересно. Давайте посмотрим. Вот про что я, в принципе, вам говорил, друзья, что вот так вот идешь-идешь и запредешь куда-то непонятно. И, видите, квест найдем. Мертвые мотыльки. Некоторые духи притягивают их, как пламя свечи. Отшельница права, что-то и правда происходит. Силушка обыкновенная. Сильный галлюциноген. Я думал, эти грибы вымерли. Да нет, видишь, не вымерли. Вот, кто это, кошка сидит, что ли? Я думаю, кто это такая. А это что у нас такая? На подушке пятна крови. Крововая дорожка ведет к окну. К окну. Значит, пошли-ка выйдем отсюда, Геральт, и посмотрим уже по улице. Смотри, какие-то пятна крови. Пошли дальше. Кровавый след идет от подушки, а тут обрывается. Медальон все еще вибрирует. Ты был совсем близко. Ага. А потом ускакалились. Первое ясное одно. Нечто высасывает по ночам кровь отшельницы. Надо с ней поговорить. Может, она еще что расскажет? Давай поговорим. Глаз не могу замкнуть. Ты хорош, сейчас поможем тебе. Ведьмак. Говорят, флагелянты бичуют себя, чтобы искупить грехи всего человечества и умилостивить богов. Скажи, затем ты этим занимаешься? У всякого свои причины. Я надеюсь искупить страдания живого существа, которое некогда пало жертвой тщеславия другого. Грехи человечества меня мало заботят. Предпочитаю общество зверей. Скорее всего, тебя терзает какая-то разновидность призрака. Пока не знаю, какая. Ты не замечала упадка сил? Были на теле следы укусов? Да мне с каждым днем все хуже, я уже говорила. А укусы? Это ж обычное дело. Комары, клопы. Это не клопы. Мечта гораздо более крупная сосет твою кровь, когда ты спишь. Но я совсем уже не сплю. Все время он здесь. Смотрит на меня. Не могу так больше. Боюсь, я мало чем могу помочь. Я не сумею устранить то, чего не вижу. Может тебе выпить отвар сивушки? У меня осталось два гриба. На одну порцию хватит. Вдруг и ты тогда его увидишь. Даже у меня эти грибы могут вызвать неприятные и непредсказуемые побочные эффекты. Это правда. Пойди знай, как сивушка действует на ведьмаков. Ну, может и подействует. Давай попробуем. Пожалуй, кроме отвара, тут ничего другого не поможет. Хорошо, теперь твой отвар выпью я. Поехали. 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 Бредить про единорогов или чародеек, ты не обращай внимания. Поехали. 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 Никакого призрака Годный клевер Отличнейший букет Кто это сказал? О, ты очнулся Я уже начала беспокоиться Думала, может, белого меду тебе дать? Только морда это сделать не так-то просто Вот, а? Какой у тебя Странный голос Я думал, молодая кобыла должна звучать Как-то по-девичьей Почему это? Тоже мне нашелся эксперт По разговорам с животными Ладно, ладно Это все отвар, наверное Какие интересные побочки Восхитительные, правда? Пей его почаще Я могла бы тебе столько всего сказать Нет уж Раньше или позже он меня убьет Как так получается, что стоит мне только свистнуть И ты сразу тут как тут Так ведь ты мой человек Я должна глаз с тебя не спускать Позови меня с собой Я приду сквозь злые ночи Ну вот почему По моему зову ты океан переплывешь А перед низеньким заборчиком Останавливаешься Ну, что поделать У всех есть свои пределы Слушай, мне надо заняться заказом Пока отвар действует Вот-вот Чудища само себя не победит Ладно, посмотрим, что у нас тут Иди за мной И постарайся ничего не затоптать, пожалуйста Ой, бля, я не могу Плотва заговорила Позови меня с собой Тут надо как следует осмотреться Я поищу следы А ты Ты Просто постой Ты только глянь Че там? Че он не вижу Это следы копыт Где? Но оставил их необычный конь Это следы Астрального существа Идем по ним Плотва, я не вижу ничего Давай, меня что ли, веди тогда Смотри, ты лучше Геральт, у нас тут зацепка Точно говорю Ну-ка Духлые мотыльки часто означают Что здесь был призрак А, это каждый знает Но запах-то ты чуешь? Точно такой же был на кладбище в Визиме Когда мы охотились на гулей Это запах смерти Запах как запах Может все эти следы Не в коня корм? Ну, знаешь ли Я кажется поняла, с чем мы имеем дело С чем? Так, давай подведем итоги Что мы знаем? Только то, что это какой-то призрак или видение Приходит по ночам к отшельнице Питается ее кровью И даже если мы его найдем Я не представляю, как с ним сражаться Если позволишь Это со всей определенностью Нематериальный морок Принявший форму коня Морок Очень может быть Мороки абсолютно невидимы В том числе для ведьмаков Но ты-то откуда это знаешь? Так для меня-то он не невидимый Вон он стоит Где я? Уходят По коням, ведьмак Надо его догнать Ну-ка стой, собака Вперед, Геральт, за ним Эй, мне надо экономить энергию Кто знает, сколько мне еще бежать Ты давай У тебя энергии-то полно Догоним его сейчас Геральт, без обид Но мы должны поговорить о том, как ты ездишь Ты сделаешь мне огромное одолжение Если будешь направлять меня более решительно Иногда тебя так трудно понять Мне налево, направо Мне крутить крупом Ага А мне бы хотелось, чтобы ты быстрее отвлекалась на мои команды Эй, знаешь анекдоты? Что сказал слепой конь, выходя на конкурсное поле? Не вижу препятствий Постараемся не упустить морок из виду Теперь видишь его? Да Шевелись, два-два А что я, по-твоему, делаю? Ты что-то еле едешь, блин Мы никакого не догоним с тобой Тихо-тихо-тихо-тихо Блин, энергии совсем мало Давай, плотва Вперед, плотва Раз уж у нас такая откровенная беседа Вот еще вопрос Почему ты иногда сбрасываешь меня в бою? Что-то я такого не припомню Ясен пей Растворился в воздухе Как так? Че это такое? Лару я даю Ой, сука Берегись Берегись Матушки Ну кто еще? Давай Фух Стальной меч Туссенского рыцаря Ну, подожди Нам не нужно осмотреть Мартелло Калеричи Рыцарь Умер в том году Он примерно одного возраста Сотшелицей Похоже, это его дух в облике коня Мучает Пинастри Зачем ты мне это говоришь? Я читать умею И выводы делать тоже Да так, мысли вслух Чтобы сосредоточиться Геральт, вон он морок Оттуй его! Я все объясню Говори только быстро Зачем ты мучаешь отшельницу? Это она меня мучает Не хочет меня простить Из-за нее я не могу обрести покой Каждый день я прихожу Молю ее о милости Молишь о милости? Ты пьешь ее кровь И пугаешь до смерти Какая-то ужасная сила Направляет меня Не могу этого объяснить Но знаю, что покуда Пинастри меня не простит Я не обрету покоя Откуда ты знаешь отшельницу? Что вас связывает? Мы были знакомы с детства Я любил ее Но она всегда была грустна Ничто ее не радовало Мир пугал ее И я думал, что ее тяготит бедность Поэтому сделал все, чтобы вытащить ее из деревни Чтобы сделать нашу жизнь лучше Я стал оруженосцем Взял ее с собой в замок Но Пинастри быстро поняла Что знать ничуть не благороднее селян А потом она еще и во мне разочаровалась Сбежала из замка и примкнула к секте флагеллянтов Я оставил двор Хотел быть ближе к ней Но она и знать меня не хотела Когда даже флагеллянты ее разочаровали Она стала отшельниться Теперь я все вижу А при жизни никак не мог ее понять Из глубины могилы живые Кажутся ясными вспышками Сразу видно все их мысли Теперь я понимаю, почему она отвергла меня Она полна гнева Возможно, это и превратило тебя в морг Почему ты выбрал облик Каня? О чем ты? С тех пор, как я умер Каждый день некая сила Извлекает меня из могилы Заставляет меня бежать А потом я чувствую Вкус крови во рту Не знаю, что со мной творится Одно только ясно Эта пытка не кончится Пока она меня не простит Но ты говоришь Она видит меня Конем? Именно так Так же, как и я Похоже, ты причинил ей страшную боль Если она обрекла тебя на такие муки Что ты сделал? Ей? Ничего Не ей Но Я забил своего коня До смерти Пинастрей это видел У меня был прекрасный жеребец Лыска Норовист Сбросил меня Во время турнира А я так хотел выиграть Пинастрей так радовалась Что меня допустили к участию Меня, крестьянского сына Я хотел подарить ей победу И проиграл из-за коня Я пришел в бешенство Бил его плетью Бил, бил Пока тот не сдох Как же я сожалею Умоляю, прости меня Отпусти мне грех Ради лыска Я не дам тебе прощения Не мне тебя прощать Но твоя лошадь Может меня спасти Умоляю, я в отчаянии Помогите мне Госпожа Прости мне мою вину Пожалуй, твое прощение Могло бы освободить его дух Но прощай его Только если считаешь Что он заслужил Ты совершил отвратительный поступок Твой конь был тебе верен Старался как мог Мы ведь кони такие Ты права Я знаю, что заслужил свою участь Но мы не мстительны Мы не таим обид Не помним зла Не обижаемся Когда нас тащат в лес Полные чудовища Я прощаю тебя От имени бедного лыска Благодарю Я чувствую Невероятно Мне вдруг Так легко Ну ладно Кажется, мы можем возвращаться Призрак больше не будет Мучить пинастри Тебе есть что добавить, Геральт? Нет Возвращаемся Немного позже Морох ушел Он больше не будет тебя мучить Я сразу почувствовала перемену Будто меня выпустили Из душного Тесного подвала Я и не надеялась Что кто-то мне поможет Спасибо тебе, ведьмак Да и не за что Платву больше благодарю Я знаю, что ведьмаки Задаром не работают Но денег у меня нет Могу предложить только это Хм Картошка Очень она уродилась В этом году Да картополь-то мне зачем Заберите свою картоплю Скажи спасибо моей лошади Без платвы Я бы от призрака не избавился Благодарю и тебя Благородное создание Ну ладно Ловко мы вдвоем сработали Что теперь? Идем дальше по пути Поедем к ближайшей доске объявлений Найдем следующий заказ Ну да Но я чувствую, что действие отвара слабеет Скоро я перестану тебя понимать Какая жалость А я столько еще хотел о тебе рассказать И-и-и-и-и-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Вот такой вот, друзья мои, классный квестик мы с вами выполнили. Блин, мне очень этот квест понравился, обалдеть. Мы с плотвой поговорили. Блин, посмеялись чуть-чуть, блин, обалденно. Блин, спасибо поляке за такую классную игру, что вы сделаете. И что ж, друзья, на этом мы закончим очередную нашу серию. Всем спасибо за просмотр, с вами был Neozar, и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»